Уважаемые зрители канала, мы с вами в музее-усадьбе Ильи Ефимовича Репина-Здравнёва. Совсем недавно мы отметили дату юбилейную, 35 лет создания музея. В августе 1988 года Министерство культуры БССР подписало приказ о создании музея. Прошло уже немало лет и много, конечно, видела усадьба. Вообще удивительное место, которое пережило сложную очень историю в 20-м столетии, историю исчезновения, историю восстановления. И вашему вниманию сегодня три небольших видеоролика, уже хроники, можно сказать, о восстановлении усадьбы. Это конец 80-х годов, когда был восстановлен дом-музей на рубеже 1988-1989 годов. Затем небольшой ролик, оперативная съёмка, некогда сделанная пожарной частью, когда в усадьбе в феврале 1995 года случился пожар. И история уже восстановления усадьбы после пожара. Это конец 90-х, 2000-й год. Так что много было сделано в усадьбе, многими людьми, которые приложили руку к этому репинскому уголку, чтобы он радовал сегодня глаз наших посетителей. Так что надеюсь, что материал будет интересен и важен для нас с вами сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Но я вертаюсь до коммерциальных организаций, до руководителей предприятий, миром, как мы скажем, с Биром Планеты. Я споделюсь, что все-таки музей Рыпина еще протягнет свою жизнь надоле и будет радовать наших наведленников еще не один раз. Это все, что я хотел сегодня вам сказать. Спасибо. Спасибо. Теперь опять очень много усилий для того, чтобы все это восстановить. Недалеко от Витебска на живописном берегу Длины есть небольшой хутор Заровнева. Когда-то здесь находилось имение выдающегося художника-живописца Ильи Ефимовича Репина. Сегодня в этом прекрасном местечке ведутся реставрационные работы, которые начались прошлым летом. Восстановление дома Репина. Первого года ввиду неисправности проводки здание загорелось. После пожара уцелел только первый этаж. И теперь архитекторы, строители, работники музея стараются все сделать так, чтобы вернуть зданию в первозданный вид, учитывая все детали репинских времен. А что же представлял собой дом художника? Дом Репина представлял собой такое четырехэтажное сооружение. Это два этажа больших. Это первый этаж, где располагалось пять комнат. Где, в общем-то, располагалась экспозиция. Это второй этаж, где одна центральная комната. Где и был, и теперь мы, в общем-то, планируем разместить там выставочный зал. У нас проходит ежегодно детский пленэр. К нам приезжают художники. И мы... У нас есть необходимость иметь выставочный зал. И башня в двух уровнях. Башня с таким вот восьмигранным навершием. Зубчатая башня с видовой площадкой, со смотровой площадкой. То есть, так, чисто обзорная такая площадка. Это то, что представлял собой домик Репина. Кое-что со времен Репина в усадьбе уцелело. И по сей день напоминает о великом художнике. Это погреб, построенный в 1893 году. Каменное укрепление берега. Репинский пруд с посаженными им самим ивами. Старые парковые деревья. Липовая аллея. Которая обращает на себя внимание своей букетной посадкой. То есть, из одного корня растет несколько деревьев. Это говорит о том, что Репин очень любил природу. И был человеком далеко необыкновенным. Почти 10 лет, с 1892 года, пребывал здесь художник в летнюю пору. Он получил финансовую возможность осуществить свою мечту. То есть, купить усадьбу. После того, как император Александр III приобрел у Ильи Ефимовича за 35 тысяч рублей картину. Запорожца, сочиняющая письмо турецкому султану. Это был рекордный гонорар среди всех русских художников. За 12 тысяч он купил у помещицы Софьи Яцкевич имение в одноэтажный дом на берегу Двины. Чтобы весной и летом там отдыхать с семьей. Вскоре он пишет Серова. Только что вернулся из-под Витебска, где купил наконец себе прекрасные именицы. Хутор, 180 из земли, 40 штук рогатого скота, 4 лошади и все хозяйство. На Быстрый Двине. Теперь очень тянет туда. Приехав в Зравнево, Илья Ефимович сразу увлекся перестройкой дома по собственным чертежам. А также благоустройством всей усадьбы. Постепенно Зравнево стало для Репина тем уголком, который он впервые смог назвать с долей юмора нашим государством. Именно здесь художник обрел новое дыхание и оставил после себя богатое творческое наследие. Удивляет лиризм осеннего букета, душевная открытость белоруса, волнующее зрелище дуэли и многое другое. А пока вернемся в день сегодняшний. Вот уже четвертый год как усадьба после пожара не восстановлена. Очень много предстоит еще сделать. Провести реконструкцию садово-парковой усадьбы, восстановить дом управляющего и другие хозяйственные застройки. Потому что интерес к этому месту велик. Да, очень быстро все сломать, разрушить, а вот вернуть назад, восстановить, построить – дело времени. И не могу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА